Владимир Ильич Путин Полагаю, что это закономерно, что это такой форум организован в Москве, поскольку сама Москва сегодня огромная площадка для России. Для творчества, для идей, для архитектуры, осуществления архитектурных замыслов. Наш форум проходит в парке Зарядье. Здесь собраны самые передовые достижения и решения в сфере албанистики и создания общественного пространства. В том числе концертный зал, где мы находимся, где проходит наша встреча. Думаю, что он по праву может считаться сегодня одним из лучших в Европе. Для назовения это выражение нейросрывной связи истории нашей страны и настоящей России. Наше воспрямление сохранить наследие предков и идти дальше, вперед. Сегодня города играют определяющую роль в глобальном развитии. Являются движущей силой экономического роста. Происходится здесь более 80% мирового ГМВП. Здесь активно развиваются образования, наука, культура. Рождаются новые знания и технологии. В городах уже живет свыше половины населения, а в России еще больше. Три части таких жителей страны живет в городах. И по прогнозам во всех странах урбанизация будет и дальше истребительно расти. При этом очевидно, что те города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами. Проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность жизни. Убежден ключ к развитию городов будущего в согласии техносферы и природы. В свободе создания широких возможностей для граждан, для их трудоотдоба, занятия спорта. Чтобы они могли объединяться и вместе реализовать научные, творческие, общественные и культурные проекты. Чтобы в городе было комфортно всем. Детям, молодым и молодым, людям старшего возраста. Тем, кто столкнулся с ограничениями возможностей по здоровью. Чтобы каждый чувствовал себя частью единого городского сообщества. В России уже реализован целый ряд проектов комплексного развития. Это такие города, которые сейчас уже известны. На весь мир не только в нашей стране. Казань, Сочи, Владимир Восток, в ряд других наших агломераций. Конечно, любые перемены, ремонты, обновления. Это всегда хлопоты, сложности и, к сожалению, частый выбор из зоны привычного комфорта. Городские власти порой жестко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительских дорог, станций метро. Звучат исправедливые, азерные, прямо сказать, иногда и несправедливые. Но на что хотел бы обратить внимание, ко всем этим мнениям нужно присутствовать. И в этой связи предчеркнуть, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, для вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей города. Сегодня мы видим, что Москва стала настоящей законодательной целью МОД по качеству и комфорту городской среды. И задают стандарты развития современных мегаполисов. Законодательный шрок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные изменения. Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства. Меняются, становятся более удобной и доступной инфраструктуры общественного транспорта. От метро и автобусов до современной цифровой платформы для такси. Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу создания качественной городской среды, восстанавливать пую городских московских городов, сделать при этом все районосмы такими же комфортными, как исторические церкви. И это не просто новые объекты, работа по многим строениям. Изменения городской среды меняют фактически даже мировоззрение, самочувствие, настроение. Дополнительные мегаполисы получают новые, в том числе креативные индустрии, сферы услуг, малые бизнесы. Формироваются современные, востребованные рабочие места. И, можно сказать, больше уютные, доброжелательные атмосферы городов способны обрабатывать барьеры и стереотипы. Они укрепляют доверие, меняют образ целой страны в глазах миллионов людей. Не могу не сказать, что везде, только что прошедшие у нас чемпионаты мира по футболу, обновленные площади и улицы наших городов стали символом придерживания, дружбы, общения гостей из разных государств мира. Их польскую улицу, мы с вами знаем, уже мы с вами назвали главной футбольной улицей планеты на эти дни проведения чемпионата. Приятно, что гостям, болельщикам понравилось вам все. Они высоко оценили наши радушия и гостеприимства, наши спортивные объекты и транспортные. Наши города, общественные пространства и современные сферы услуги. Работа волонтеров, медицинских, коммунальных служб, полиции и других органов, отвечающих за общественные порядки. Что важно? Перед нашими гостями представлена не какая-то гидрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок, внешний показной, актуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему. Вся страна меняется, это просто последователи, это долгосрочные. Мы вкладываем, действительно, большие средства и усилия. И эти инвестиции, прежде всего, в качестве жизни наших граждан, создания широких возможностей для самореализации каждого человека, эти усилия, конечно, очень сложны. Дорогие друзья, при этом хорошо понимаем, что новое нам еще только представительство. Как я и говорил в послании к федеральному собранию, мы отмерены реализовать масштабную программу пространственного развития России, преобразить наши большие и малые города, обустройки и усилийских территорий. Используя для этого потенциал передовой технологии, новые архитектурные и управленческие решения. Речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного строительства, обновлении городской среды, о формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии учреждений здравоохранения, спорта и образования. Это именно те сферы, от которых напрямую зависит благополучие. Будем обязательно развивать уникальные преимущества, которые у каждого нашего населенного пункта, каждого города и каждого региона России. При этом главное для нас это создание комфортной среды не только в крупных центрах, но и на всей территории Российской Федерации, чтобы у регионов было больше стимулов для изменений. Для этого предлагаю подумать над тем, чтобы запустить механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей в создании комфортных, лучших условий для жителей. Предусмотреть здесь стимулы для эффективных управленческих команд и, конечно, четкие стандартные критерии качества этих команд. В первую очередь это касается устройства города. Современные жилье должны возводиться по проектам, которые отвечают за вопросами людей. А новые кварталы стать примерами грамотной застройки. Это означает организацию общественного транспорта, обязательное создание рабочих мест, создание социальной инструктуры въездских площадок, новые архитектурные решения, необходимые для благоустройства развития уже существующих новых районов. Важно приводить в порядок и заброшенные, обветшавшие постройки, осваивать пустующие территории, которые еще охладают, и которые портят облик городов. Ответственность собственных от этих объектов должна существенно врасти. Просил бы правительство профильный институт развития активизировать и работе по повышению эффективного использования федеральных земель. Сегодня они существуют, часто вырваны из жизни города. Уже говорил, что современный город для людей – это Приджгинский город экологического благополучия. Это значит город из свадок, с чистого воздуха, с водой. Поэтому обязательным условием развития на сезонных пунктах должно стать внедрение технологий защиты окружающей среды, современная система переработки, утилизации обходов, модернизации объектов промышленности и жилищных у нас. Важнейшее значение принадлежит развитию транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные сообщения. В столице успешно работает Московское центральное кольцо. А в ближайшие годы пассажиры смогут проехать через всю Москву и добраться до ближайших городов Подмосковья с помощью наземного электро, созданного на основе уже существующих коммуникаций. С развитием дорожной, красной, а также цифровой инфраструктуры дополнительный инфраструктуры получат средние, небольшие, малые и, как мы называем сейчас, исторические города. Их жители должны в полной мере иметь доступ ко всем современным сервисам и службам. В нашей стране около тысячи ста городов, принятым более девятисот это городов, которые живут менее ста тысяч жителей. Среди них подавляющая часть города с населением от 5 до 50 тысяч человек. И они формируют уникальные, исторические, культурные образы. Перед нами сегодня стоит важнейшая задача – помочь таким городам раскрыть свой потенциал, чтобы они стали центром туризма, искусства, науки, технологий. Чтобы качество жизни здесь отвечало самым современным стандартам и запросам людей. Это действительно настоящий творческий, профессиональный вызов для экономистов, управленцев, архитекторов, урбанистов. Хотел бы обратиться к участникам форума, к владым профессионалам. Конечно, все ждут от вас конкретных проектов, ваших творческих предложений. С нашей стороны сделаем все, чтобы им придержать. В этом году мы впервые провели всероссийский конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной среды в малых городах и исторических населениях. Считаю, что нужно продолжить, сделать традиционным, тем более, что этот конкурс нацелен на активное участие самих горожан в благоустройстве своих городов. В век бурных технологических перемен и малые, и крупные города должны сохранять самобытность, идентичность, исторический облик, традиции. Ну, так, если подвольно будет сказать, дух человечества. Любой город может успешно развиваться только вместе с жителями. На условии учета их мнения, их инициатив, когда работают в силе института прямой демократии и местного самоуправления. Этиктивные механизмы коммуникации с людьми. Сегодня деятели, граждане, волонтеры и коммерческие организации готовы брать для себя решения задач во многих сферах, в благоустройстве, в организации, в юридизме, в спорте, в просвещении. Они формируют атмосферу гостеприимства, добротерденности, взаимные поддержки, которые так не оконимы современными городами. И, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех волонтеров, которые помогали в пройдении чем-нибудь открытие. Конечно, следует использовать лучший ум, и российский, и зарубежный, для решения настоящих предприятий. Привлекать специалистов в свои урбанисты, экономики, архитектуры, экологии, транспорта, айтик-пехнологии в создании будущего городов обязательно должно участвовать, конечно, молодой, пока не молодые. Ну, собственно, и все, которые не боятся дерзать, предлагать оппонентальные и стандартные решения. Считаю, что в каждом субъекте федерации должны быть площадки, где специалисты могут общаться, агнические знаниями, предлагать современный проект. Здесь должны концентрироваться творческий потенциал и энергия его. А у Москвы есть очень хороший опыт. Его нужно обязательно использовать. Вот только сейчас, для Москвы, Сергей Семенович Семенович, когда они рассказывают мне о планах развития в четверть раз. Это предберутый план. Надеюсь, что все они будут реализовывать этот опыт. Впереди очень новая работа, большие задачи, я хочу всех вас пригласить в совместных работах и наших подпорах, которых мы можем так называть, поскольку работу есть, и всех тех, кто с нами поможет их очень. Хочу вас, спасибо за внимание. Я хочу поблагодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.